Каргасский авиационный институт имени Ишимбая Абдраимова. Кафедра летно-технической эксплуатации и организации управления в транспортных системах. Дисциплина «Основы безопасности полётов». Тема «Кислородное и дымозащитное оборудование». Противодымные капюшоны. Часть первая. Общие сведения о противодымных капюшонах. Противодымный капюшон – это устройства для дыхания, предназначенные для защиты членов экипажа воздушного судна от воздействия дыма, токсичных газов и дефицита кислорода при пожаре на борту воздушного судна. Оборудование также защищает глаза пользователя, защищает голову и лицо от кратковременного воздействия высокой температуры. Подобное оборудование выпускается несколькими производителями. Капюшоны изготовлены по единым стандартам. На однотипные воздушные суда может быть установлено оборудование различных производителей. Условно, капюшоны по принципу работы можно разделить на две группы. Первое. Источник – это химический генератор, вырабатывающий кислород. Второе. Источник – это баллон с газообразным кислородом. Рассмотрим принцип работы противодымных капюшонов из приведенной высшей классификации. Противодымные капюшоны с химическим генератором, вырабатывающим кислород. В состав капюшона входят Небольшой стартовый химический генератор кислорода. Устройство регенерации, представляющее собой патрон-катридж, поглощающий углекислый газ и влагу, и генерирующий кислород благодаря находящемуся в нем диоксиду калия. Эластичная мембрана, которая охватывает шею пользователя и создает герметичность. Когда пользователь надевает капюшон, Внутрь капюшона попадает воздух. После этого пользователь включает стартовый генератор кислорода, который работает в течение 20-50 секунд и подает внутрь устройства около 8-10 литров кислорода. При дыхании выдыхаемый воздух обогащается кислородом и вдыхается сном. По такому принципу работают капюшоны Драгер Аэроспейс, Пуритон Беннет, Эвокс Скотт. Противодымные капюшоны с кислородным баллоном. В состав капюшона входят Источник кислорода Кислородный баллон Абсорбирующая система Эластичная мембрана, охватывающая шею пользователя и создающая герметичность. Когда пользователь надевает капюшон, внутрь его попадает воздух. Кислород, поступающий из баллона, смешивается с воздухом. Пользователь вдыхает эту смесь, совершает выдох. Абсорбирующая система поглощает углекислый газ и влагу. Пользователь повторно вдыхает то, что выдохнул, плюс к этому добавляется кислород из баллона. По такому принципу работают капюшоны Air Liquid Essex Капюшон предназначен только для одного применения. Перед использованием капюшона следует удалить заколки, серьги. Они могут повредить эластичную мембрану. После излечения капюшона из упаковки, необходимо как можно быстрее надеть его, во избежание попадания токсинов внутрь. После того, как капюшон был надет, следует убедиться, что воротник рубашки или другие предметы одежды не попали под эластичную мембрану. Волосы человека легко воспламеняются. Они должны быть убраны внутрь капюшона во избежание утечки кислорода и их воспламения. Перед тем, как снять капюшон, необходимо отойти от места пожара или задымления. После использования капюшона с газообразным источником кислорода следует смочить волосы водой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok